В эфире телеканала АТВ спецпроект «Выборы-2012». В студии для вас работает Владимир Полуев. Здравствуйте! До выборов остается 50 дней, но все уже пытаются вычислить их результаты. В Днепропетровске результаты выборов будут предсказывать раки. Местные пользователи соцсетей решили устроить своеобразный симулятор избирательной гонки. Десяти членистоногим прикрепят название самых рейтинговых партий. Организаторы уверены, что первая тройка раков будет соответствовать победителям парламентских выборов. Тимошенко по-прежнему входит в топ упоминаний в новостных лентах. Из-за нее Россия подала в суд на Украину. Киевский хозяйственный суд перенес на 12 сентября рассмотрение иска российского правительства к украинскому Кабмину. Северный сосед требует возместить 3 миллиарда 239 миллионов гривен в связи с долгами корпорации «Единые энергетические системы Украины», которой руководила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Пока же страны судятся, экс-руководитель компании ЕСУ Юлия Тимошенко стала героиней мультика. Новый мультфильм, взорвавший украинский интернет в саркастической манере, рассказывает о злоключениях Юлии Тимошенко, начиная с момента ее лечения в больнице. Авторы критически настроены к экс-премьеру и вспоминают все ее уголовные дела и последние скандалы. А вот адвокат. Назначенный Юлией, который в засос ее нежно целует. Он знает, за что ему нужно стараться. Ведь он же и сам умудрился попасться на вывозе ценностей Афганистана, которые есть у страны, как ни странно. Хотя, если чуть покопаться, какие там ценности могут остаться? Один кокаин из теплицы, которого так не хватает в больнице, в которой Юля не хочет лечиться, а только пудрит мозги за границей, куда уже хочет переселиться из страны, в которой живет народ? Вы смотрите спецпроект телеканала АТВ «Выборы-2012». Мы информируем вас о последних событиях в украинской политике. В студии Владимир Полуев. Перейдем к новостям от Центральной избирательной комиссии. ЦИК все-таки вынесло предупреждение Давиду Жвании. Такое решение Центр-избирком принял в ответ на жалобу конкурента Жвании Сергея Шумского. Напомню, Давид Жвания подарил одной из школ области 275 комплектов школьной формы, и Одесский апелляционный административный суд признал кандидата по 140 округу виновным в непрямом подкупе избирателей. В штабе депутата такое решение назвали поверхностным. По закону предупреждение кандидату не влечет за собой отмену его регистрации. Минус 33 кандидата ЦИК отменила регистрацию еще нескольких соискателей депутатского мандата, в том числе и одного в Одесской области. Самовыдвиженца по 141 округу Анатолия Левченко. По официальной информации, все они добровольно отказались от дальнейшего участия в выборах. Таким образом, на сегодняшний день за 450 мест в парламенте поборются 5741 кандидат. ЦИК определила порядок выступления партий на телевидении. По словам заместителя главы Центра избиркома Андрея Магеры, каждой партии будет предоставлен час эфирного времени на первом национальном для предвыборной агитации. Правда, время будет распределено в два подхода по полчаса. Первый этап с 13 сентября по 4 октября, второй с 5 октября до 26. Первые полчаса агитационного эфира достались партии «Русский блок». Выборы будут охранять 60 тысяч милиционеров. Об этом сообщил начальник управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности, Министерства внутренних дел Украины Олег Матвецов. Он также отметил, что на выборах 2010 года было 55 тысяч правоохранителей. Напомню, что по закону работникам милиции запрещено в день выборов находиться в помещении для голосования, только по приглашению председателя комиссии или его заместителя. При этом правоохранители всячески отрицают связь между выборами и массовыми закупками водометов. Напомню, милиция заказала 6 водометных автомобилей, 5 автозаков, 4 800 противоударных щитов и комплектов защиты для правоохранителей, 1000 заградительных металлических турникетов в общей сложности на 60 миллионов гривен. По словам Олега Матвецова, это просто запоздалые покупки к Евро-2012. Не обошлись выборы и без криминала. За месяц компании в милицию было подано 220 заявлений, связанных с избирательным процессом. Больше всего подобных обращений зарегистрировано в Киеве, Одесской, Донецкой и Кировоградской областях. Спектр правонарушений весьма широк, от хулиганства и жульничества до покушения на убийство. Возбуждено 12 уголовных дел. Теперь к новостям из Верховной Рады. Оппозиция продолжает судиться с Януковичем. В четверг Арсений Яценюк предоставил высшему админсуду Украины свои обоснования противоправности действий президента Виктора Януковича. По словам Яценюка, в поддержку иска было собрано 500 тысяч подписей. Напомню, что 20 августа оппозиция подала в суд на президента с требованием признать его деятельность на своем посту противозаконной. Брат Юрия Луценко стал народным депутатом Украины. Всего на два месяца. В четверг на заседании Верховной Рады он зачитал присягу и вошел в состав фракции НУНС. Напомню, 3 июля от мандата отказался Виктор Матчук. Сергей Луценко занял его место. Кличко призвал объединенную оппозицию к сотрудничеству. Он предложил Батькивщине укрепить фундамент будущей совместной работы в Раде уже сейчас. Также политик заявил, что он не хочет конкурировать ни с кем, кроме партии регионов. И напомнил, что все кандидаты от удара приняли присягу не идти в коалицию с партией регионов. Пока оппозиция спорит о политическом будущем, Верховная Рада на ночном заседании приняла законопроект о земле. После рассмотрения более чем 140 поправок за проголосовали 242 парламентария. Закон предусматривает, что Кабинет министров передает земельные участки сельхозное значение государственной собственности в уставной капитал Государственного земельного банка. Этот банк принадлежит государству и не подлежит приватизации. В эфире АТВ информационный проект «Выборы-2012». Смотрите нас, и вы узнаете самые свежие новости об украинской политике. В студии для вас работает Владимир Полуев. На избирательной карте Украины Одесса – одно из самых ярких пятен. Борьба на мажоритарных округах обещает быть весьма оживленной. Мы предлагаем вам вспомнить, кто же из нынешних кандидатов последние пять лет представлял Одессу в Верховной Раде. Одесскую область в парламенте последней каденции представляли 12 депутатов из пяти политических сил. Партии регионов, Батькивщины, Народной партии, КПУ и Партии реформы ради будущего. Многие из них попытаются сесть в уже привычное кресло народного избранника и в этом году. Одним из наиболее популярных представителей регионов от Одессы в течение пяти лет был Сергей Кивалов. Президент юридической академии обладает большим политическим опытом. В 2004 году даже возглавлял Центральную избирательную комиссию. Известен как один из авторов скандального закона о региональных языках. При этом он же рекордсмен среди одесситов по количеству предложенных законопроектов. Участвовал в разработке 398 законов и 21 поправки к ним. Правда, с депутатскими запросами не густо – всего 8. В этот раз попробуют свои силы в приморском районе города Одессы, 135-й избирательный округ. Довольно часто в СМИ упоминался и коммунист, которого называют миллионером. Депутат от КПУ с непролетарской фамилией Евгений Царьков. Был одним из авторов законопроекта об использовании Красного Знамени в торжественных мероприятиях, связанных с Великой Отечественной. В центре внимания прессы оказался после подписания Харьковских соглашений, когда, замотавшись во флаг ВМФ СССР, выкидывал обратно из президиума в зал яйца, которое оппозиция швыряла во Владимира Литвина. Рекордсмен по количеству депутатских запросов – 223. Принял участие в разработке 44 законопроектов. Выдвигается по 139-му округу, где поборется с регионалом Александром Прессманом. Единственный одессит в парламенте от блока Литвина – Сергей Гриневецкий. Бывший губернатор Одесской области, весьма опытный политик. Также известен как один из организаторов скандального Северодонецкого съезда в 2004 году. Именно на нем поднимался вопрос о федерализации страны. Был соавтором так и непринятого закона о языках, который, по словам критиков, фактически давал русскому языку статус государственного. Стал инициатором 50 законопроектов, 12 поправок и 71 депутатского запроса. В этот раз выдвигается в Раду по 134-му избирательному округу в Малиновском районе Одессы. Проект «Выборы-2012» будет продолжать вас знакомить с депутатами парламента предыдущих каденций. В Харьковской области голоса будут считать представители российских партий. В окружной избирательной комиссии номер 180 в Харьковской области одна из ее членов заявила, что она представляет партию «Единая Россия». На просьбу председателя к членам комиссии назвать свою партию Ольга Лобова, которая по документам ЦИК представляет Руси единую, заявила «Единая Россия». Впоследствии она, правда, списала оговорку на волнение. А 6 сентября в Донецкой области избиратели начали бессрочную акцию протеста из-за замены главы окружной комиссии. Не остаются выборы в Украине и без внимания международной общественности. Так канадская газета «The Globe and Mail» назвала Украину страной с российской политикой и греческой экономикой. То, что происходит в Украине – отзвук России Владимира Путина. Как и его союзник в Москве, Янукович, похоже, готов задушить кого угодно, кто встанет на его пути. Но в отличие от Путина, который может себе позволить противостояние почти с любым, Янукович, кажется, знает, что стоит на более зыбкой почве. Затуманенная фальсификациями избирательная кампания может стоить его стране ближайшей надежды получить статус ассоциированного члена ЕС. Что крайне необходимо, чтобы открыть экспортные рынки на Западе, пишет издание. Коммунисты дышат в спину регионам. Такое заявление сделал политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, партия регионов, почуяв конкуренцию, скоро может начать войну с коммунистами. Андрей Золотарев, политтехнолог Последняя социология показывает, что компартия продолжает рост. Она преодолела отметку в 10% и дышит в спину удару, по сути, выходя на третью позицию. В базовых для партий регионов и КПУ областях коммунисты практически повсеместно вторые. Например, в Донецкой области, в округе, где баллотируется сын Назарова, КПУ на 2% опережает партию регионов. Такая же картина наблюдается и по ряду округов в Луганской области. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время регионалы начнут военные действия против КПУ, распространяя как негативные материалы, так и в силу всевозможных манипуляций в окружных комиссиях. Коммунисты могут потерять минус 2-3% по базовым областям. Но это пока гипотетическое предположение. Впрочем, далеко не все социологи согласны с такой статистикой. Согласно данным социсследования, проведенного GFK NOP, партия регионов удерживает первое место – 24%. Объединенная оппозиция Батькивщина – второе – 17%, удар – третье – около 12% голосов. Коммунисты занимают четвертое – 8%. 24% респондентов не определились. Между тем, в стане оппозиции намечается раскол. Как сообщает издание «Ревизор», ряд политиков из Батькивщины жалуются на притеснение со стороны фронта ЗМИН. В частности, оппозиционеры из Луганской области написали на имя Тимошенко, Турчинова и Яценюка письмо, что из 18 мест в штатном расписании областного штаба членам Батькивщины досталось только 4. По их словам, это необъединенная оппозиция, если фронт ЗМИН пытается подмять под себя Батькивщину. Вы смотрели спецпроект телеканала АТВ «Выборы-2012». Напомню, что парламентские выборы состоятся через 50 дней, 28 октября, и пройдут по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. Следите за кандидатами вместе с нами и сделайте свой выбор осознанно. В студии для вас работал Владимир Полуев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова